В Казахстане утверждена программа развития онкологической помощи, рассчитанная до 2016 года. В рамках реализации этого документа планируется потратить почти 11 миллиардов тенге. Как отметила министр здравоохранения страны, эти средства будут затрачены на пилотный проект по скринингу рака предстательной железы Восточно-Казахстанской области, проведение иммуногистохимических исследований и открытие 19 кабинетов амбулаторной химиотерапии в региональных онкодиспансерах. На сегодняшний день на первом месте по структуре смертности стоит рак легкого, в котором более 90% это мужчины, и 95% среди мужчин это курящие. Среди женской смертности в основном стоит рак молочной железы, рак шейки мады. Вот эти основные причины смертности, с которыми мы будем активно бороться. Но еще раз говорю, что к 2016 году в Казахстане будут уже функционировать все лучшие технологии в мире, которые на сегодняшний день есть по диагностике и лечению рака. Также, по словам Эрика Байжусунова, в рамках программы развития онкологической помощи поэтапно до 2016 года будут внедрены и расширены скрининговые процедуры на раннюю диагностику злокачественных образований предстательной железы, пищевода, желудка и печени. Таким образом, медики надеются увеличить число выявленных на ранней стадии онкологических заболеваний и тем самым увеличить число вылеченных случаев. Создан национальный канцер-регистр, где у нас стоят на учете все больные, которые болеют злокачественным образованием. На сегодняшний день в этом регистре у нас свыше 144 тысяч человек стоит. Ежегодно в Казахстане выявляется свыше 30 тысяч новых случаев рака. И ежегодно у нас регистрируется свыше 14 тысяч смертностей от раковых заболеваний. В Кустанайской области сегодня около 10 тысяч онкобольных, стоящих на учете. Как говорят в региональном диспансере, сегодня уже разработана дорожная карта развития онкологической помощи на 2012-2016 годы. Она находится на утверждении, но уже изменили систему финансирования областных онкослужб. В отличие с прошлого года, если раньше нас финансировали за каждый пролеченный случай и за каждое посещение нашей консультативно-диагностической поликлиники, то с этого года финансировано идет на одного учетного больного. То есть деньги идут на каждого больного, который стоит у нас на учете по поводу злокачественного образования. При этом сейчас, отметил Мурат Бадыров, перед онкологической службой Кустанайской области стоит задача решить ряд проблем для успешной реализации новой госпрограммы. Это решение проблем со штатом и технической оснащенностью онкологической службы. У нас нехватка кадров, во-первых. Во-вторых, у нас недостаточно диагностического оборудования на уровне первичной медико-санитарной помощи для проведения диагностики. Нет эндоскопического оборудования, нет цифровых маммографов и, к сожалению, нет специалистов, кто бы работал на этом оборудовании. Без диагностического оборудования диагноз на ранних стадиях очень тяжело поставить. Стоит отметить, что в государственной программе развития онкологической помощи указано, что в Казахстане будут созданы пять региональных высокотехнологических центров радиационной онкологии. Они будут открыты на базе онкологических центров Алматы, Семея, Караганды, Актобе и Астаны путем модернизации их материально-технической базы. В Кустанайской области в 2013 году приступят к строительству онкологической поликлиники.